Ну, посмотрю, что эта программа найдёт. Нечаянно удалил лишнюю папку с рабочего стола. Потом уже увидел. И вот порекомендовали программу, она до 2 ГБ бесплатно. А там где-то вроде как удалился вместо папки 100 МБ, удалилось 1 ГБ информации. И начал смотреть журналы Windows, где это что удалилось. А там, оказывается, надо было настройку тонкую делать, какие есть удалённые файлы, чтобы оно отлавливало. И вот эта программа такая, найдено, удалено. Оно что ещё? Сканирует. Я подожду, гляну как это, что будет. Ну, вообще, эта программа, вот она называется. Сейчас сайт покажу. RU, вот это E-A-C-U-S-C-O-M. Установка завершена успешно. Тут версии, смотрите, свободные. До 2 ГБ Pro со скидкой. Ну, и ещё дороже, там вот это вот сколько хотите скачивать, купить, 10-секундное руководство. Ну, просто в чём проблема, что если у вас SSD-диск, то там как бы они удаляются, что потом и не восстановишь. И смотрите, вот описание к этой программе. Вот оно, как она называется. Для Windows 10. Скачать бесплатно. Вот оно сайт, я ещё раз вверху показываю. Что-то я её раньше и не знал. Там у Тори Кува есть программа бесплатная. Ещё другие. И вот это описание программы посмотреть. Тут, смотрите, восстановление удалённых, после форматирования, после очистки корзины, потерянного раздела даже вот на жёстком диске, восстановление при сбое, восстановление при вирусной атаке. Я просто... У меня есть резервная копия там, если в папке были видеофайлы для видеоблога, то у меня на другом диске есть, но я просто не знаю, что удалилось. А эти журналы Windows, видите, оно кучу всего собирает. А когда надо что-то найти, что ты удалил, реально какие папки, ты не можешь посмотреть или файлы. И что мне понравилось, тут оно пишет, что оно даёт, смотрите, поддерживаемое устройство, и вот этот SSD-диск, видите, и внешний диск, и видеокамера, цифровая камера, другие носители, файловые системы, операционные системы, но что-то сильно много хорошего в этой программе. Но я потом под программой, роликом напишу, что получилось, у меня не получилось, просто глянуть, что удалилось. Я даже не хочу, как говорится, сильно может и восстанавливать, потому что одну папку надо было удалить, но она была 100 МБ, как я уже говорил, а удалилось, когда я увидел окошко удаления, что там 1 ГБ удалился. Ну, то есть, вот так вот. А за Windows, к примеру, вы открываете, там вот эти все системные, вот, события, вот они, просмотр событий, и тут должно быть код 4673, когда удаление файлов, а у меня его нету. Видите, аудит успеха, это надо идти вот журналы Windows, безопасность, вот, и тут вот потом щелкаете, и у вас, когда будет вот это 4673 настроено, что плавило, тогда вы увидите, что у вас удалялись какие файлы. Ну, тут, видите, нету вот этого 4673 или 53. Сейчас тут глянем. Выбранного диска, это я смотрел. Аудит. Ну, одним словом, они все пишут то, что не надо, а то, что надо. Ну, вот я вам открываю вот этот журнал событий Windows, видите, безопасность. И тут я не могу найти по этому коду события, или 4653, там, код события, правильный. И тут вы внизу читаете потом вот это вот, что у вас произошло. Ну, тут и время указано, и то, и то. Не вижу я того события, что удаление файлов. Ну, то есть, тут, видите, куча журналов, просмотр событий Windows, по приложениям, все, и тут не сильно все то, что надо пользователю. Сейчас сколько? 2139. Это была установка программы. 2133. Одним словом, не могут они по-человечески сделать. Видите, тут пункты установка. Начал читать, искать в интернете, что как, тоже невозможно найти все, ну, тут, что один рекомендовал, что надо специально фильтры настраивать на удаление папок и все остальное, чтобы отлавливать. Ну, сайт на эту программу я вам дам, что она вот эта, потому что она, смотрите, сейчас еще ищет, на диске C я указал, искать, расширенное сканирование, 55%, ну, то так вот оно. У меня на YouTube-канале есть уроки, там, по разным программам, и редактирование, и всего, есть консультации, рекомендации, заходите на канал, смотрите, ну, это медленно открывается, сейчас компьютер не тянет процессор, сейчас открываю YouTube-канал, видите, хоть 4 ядра в процессоре, тут вот есть плейлисты, есть уроки по плейлистам, все плейлисты открыть, и тут есть, где тут, ну, про котов, собак, то классические обучения компьютерной программы, тут 103 видео у меня авторских, ну, просьба зайти в раздел о канале, и насчет PayPal, я никак не могу понять, работает он у меня или нет, там хоть что-то попробовать, минимальную сумму какую-то, это, если не получится перечислить, то напишите, потому что 10 лет у меня тот счет, ни одного доллара мне еще не поступило, и даже не знаю, работает он или нет, вот эта вкладка о канале, ну, и соответственно, видео, можно упорядочить самые популярные, или по добавлению, глянем, как тот восстановщик, я хочу увидеть, что, что, журнал событий, вот всегда удивляйся, наделают столько примочек, а то, что надо тебе, ты не найдешь, хоть смотри, консультации, хоть что, вот так вот, эти все разработчики где-то витают в облаках, и непонятно, как они, вот это все, я вам открыл то окошко, оно за эти все события, да, все есть, кроме того, то, что надо, куча разделов, куча всего, а то, что вы удалили 20 минут назад, вы не можете посмотреть, потому что, я обычно удаляю не в корзину, а сразу shift, delete, сразу минуя корзину, и поэтому, я не могу увидеть, что я его удалил, нечаянно, возможно, удалил, потому что, в диалоговом окне, как я уже говорил, я увидел, что вместо 100 мегабайт, удаляется 1 гигабайт, спасибо,